Уроженец Котласа Матвей Полушин сегодня учится в Российской Академии Художеств по профилю искусства реставрации. Свою судьбу он выбрал в возрасте 7 лет, придя в школу искусств Гамма. С самого детства Матвей и очень серьезно подходил к занятиям, и сегодня он уже занимается реставрацией культурного наследия нашей страны. У меня была практика реставрировать иконы 19 века и живопись советскую. Мы реставрировали работы из музея Формитажа, русского музея нам присылают. Я реставрировал иконы из Александра Невской Лавры, то есть музея истории и религии. Но вообще довольно часто нам привозят из провинциальных музеев, тоже из фондов произведений искусства. В том числе часто из Ахангельска отправляют, из Сульвычугодска не так давно тоже иконы 16 века нам отправляли. Несмотря на то, что будущая специальность Матвея связана с реставрацией, юноша мечтает состояться и как художник. Он пишет свои картины маслом. Его любимый жанр – портрет. Однако чарующие пейзажи Санкт-Петербурга манят начинающего живописца своей красотой. Пройти мимо просто невозможно. Здесь можно увидеть башню Газпрома, вахта-центр, стадион, зенит, мост ЗСД, то есть то, что последние пять лет появилось в Санкт-Петербурге. И вот вечером часов в десять я встал на этот мост, просто пока солнце еще до конца не зашло, зарисовал этот вид. Мне нравилось проживать именно в то мгновение, когда я создавал эти работы, чувствовать природу, ветер, снивы, людей, которые мимо проходят меня и тоже иногда заглядывают, что я тут создаю. Писать картины на природе – выездные пленеры. Все это входит в образовательную программу Академии художеств. Учащимся далеко ходить не нужно. Рядом Романцевский сад. Матвей признается, что во время процесса время как будто останавливается. Это вообще является работой экспериментальной. Я ее написал в перерывах, когда создавал эту картину. То есть по заданию я делал вот эту работу, а когда там были перерывы, 15 минут между часами, я писал тех своих однокурсников, которые рядом со мной стояли и тоже рисовали. Начинающий художник признается, что на творчество его вдохновляют работы великих мастеров. Переработая часто, просматриваю альбомы с репродукциями картин очень хороших, известных художников, семи классических, там Рембрандт, Рубинс, Ван Дейко, Веласкес. Просто смотря на их работы, у меня сразу загорается желание, что так, надо чего-то делать. И надо вот попробовать дотянуться до них и сделать что-то не хуже этого. Сегодня Матвей только начинает свой путь в искусстве. После окончания учебы в Академии художеств он мечтает посвятить свою жизнь и творчество русскому северу. Возможно вернуться на малую родину. Это необходимо.